Все это практика. Однажды, я думаю очень скоро, я сниму эпизод, когда я просто наберу разных ягод, может быть это будет и мясо, и сыр, и разные там, чем пахнет белое, персики, апельсины, личи, ананас, ты просто нюхаешь, пробуешь и запоминаешь, вот и все. Есть целые наборы с ароматами, тоже хочу, вот я скоро захожу, то есть ты берешь маленький флакончик, там написано внизу какой-то аромат, ты нюхаешь, прямая эссенция, да? Да-да-да, пытаешься догадаться, потом перераскиваешь, о, это там мед, или воск, или там бывают и хорошие, плохие ароматы, то есть вот таким способом все с практикой. То есть существует прямо технология нарабатывания, да, своего нюхна? На самом деле, Александр, если ты что-то не пробовал, да, и не ел, это, знаете, как я говорю, оно пахнет кедром, если ты ни разу в жизни кедра не видел, никогда не угоришь туда, правильно? Да нет, дело в том, что я прекрасно представляю себе, как пахнет кедром, но вычлениваю себе кедром, Пахнет гуавой. Гуавой? Вы знаете, что такое гуава? Фрукт. Мы с Ниной попробовали гуаву только в этом году нормально, да, она бывает еще в Индонезии, да. То есть она бывает и зеленая, и красная, и средняя, розовая какая-то, то есть вообще. Итак, третье вино, опять не... Что там, все равно? Третье вино, я бы не сказал, что супер выдающееся, да, но пить можно. Ничем даже не выдается, как в фоне предыдущего, опять-таки. Основная мысль, но такая же, как в предыдущем. Молодое, молодое. Первое пока фаворит. Давай пробовать четвертое. Давай. Итак, ребята, скажу вам честно, мы пробуем уже четвертое вино, и я приятно удивлен. То есть... Приятно удивлен первому, да? Нет, приятно удивлен тем, что за 250 гривен, то есть все вина, они неопротительные, да? Нет, неопротительные. Ты поймаешь, что скоро Новый год, или правда, да, компетит. А ты смотри, как я не подвел тебя, я не купил ни одного белого. Молодец. Молодец. Весело. Четвертое вино. Мне нужно белое для фондю. Что-что? Мне нужно белое для фондю. Мне нужно белое для фондю. Я считал недавно историю, кто-то сделал фондю с красным вином. И что? Ну, там получились резиновые красные вещи несколько удобные. Итак, цветы. Пришлось выбрать. Последнее, мне кажется, совсем прозрачное такое, да? То есть... Но нугубия красный. Если эти были ближе к розовому оттенку, то это может далеко от цвета, потому что... Можем быть. Прозрачное, нормальное, не мутное. Эй, чувак, я имею право на собственное мнение. Каждый, кто будет сидеть на этом месте, в следующий раз это может быть вы. У меня действительно такая идея, чтобы ребята, мои друзья... Здесь перебывали все, да? Да, абсолютно незнакомые мне люди приходили сюда, приносили вино, покупали в маркете. И вместе с вами мы находили вкусные и правильные вины, которые мы потом все сможем наслаждаться. В аромате, что у нас? Ну, наконец-то, вино хоть как-то отличается от предыдущих. Окей, оно было очень такое простое в цвете, в аромате оно очень сложно что-то вылить. Лишнями пахнет, нет? Вишневым трампочком. Если вишня, но такая заспиртованная конкретно, потому что... Да, вишня из наливочки, из бабушки. Мне нравится в этом вине, что очень сильно алкоголь чувствуется. То есть у нас все вино в одних бокалах, форма одна и та же, то есть аромат раскрывается одинаково, да? И здесь он какой-то вот такой вот, то есть приятно, когда больше фруктовых оттенков. Когда спирт не бьет нос, это всегда хорошо. И этот спирт, он убивает всякие другие ароматы. То есть у него вот тут четко спирт, может быть... Ацетон еще там даже. Может быть немного, да. Ацетон. Давайте попробуем, может быть по вкусу оно более приятно. Ацетон и кислая вишня. Спасибо тебе, Женя, за последнее вино. Благо у нас есть водичка. Ты не хочешь, нет? Мне кажется, что это украинский производитель. Нет? Не хочется наговаривать на родину. Женя покупал вино. И мне очень приятно, что именно это было в конце. Потому что если оно было в начале, мне бы не очень хотелось пробовать все дальше. Мы развивались с тобой сегодня довольно интересно. То есть от хорошего к... К плохому, да? Смотри, как мы растаяли. К менее хорошему, да? Я думаю, самое время открывать, правильно? А я считаю, мне нужно быть столь толерантным, деликатным и плохое называть плохим. Итак, начнем с самого последнего, да? Давай. И также вино номер четыре. Что там у нас? Сурприз. Замотал ты его неплохо. Ну, чтобы... Это Инхерман. Да ну! Рубин Херсонес. Я угадал. Итак, Рубин Херсонес у 2008 года. К сожалению, хоть это и наше. Сколько оно стоит? Не говори, сколько стоит. Говори. Стоит тридцать одну гривну. Шестьдесят одна гривна. Шестьдесят одна копейка. И... Тридцать одна гривна. Вы слышали, что мы о нем говорили, да? Не уверено. Номер три. Даже, на мой взгляд, непрофессионный. Интересненько. Очень интересненько. Это чилийская Карменер. Эээ... Саус. Покажи этикеты. Сейчас, сейчас. Мы потом еще сниму отдельные этикеты, если будет видно. Саус. Тридцать пятая. Параллель. Тридцать пятый градус. Тридцать пятый градус. А хотя написано параллель. 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 Карменер. Это очень интересный сорт винограда в Чили. Это, можно сказать, местный авторационный сорт. Который очень... Много путали с Мерлоу. Угу. Алексей, я ранее не пробовал такое, ли? Вообще нет. Да? То есть удивительно. Рубин Скарсенесса я пробовал. Но очень давно. Хе-хе. 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 Нет, когда еще работал в Липском особняке... О-о-о-о, это вино на самом деле довольно известно. И мы продаем его в нашем отеле. Это Мерло Фронтера. От Кончи и Тора. Мы его сервировали на нашей бранче Я не сказал, сколько стоит 35-ая параллель 35-ая параллель Это у нас, что это у нас? Карменер? Карменер, да Оно стоит 79 гривен 78 гривен, 92 копеек 78, да? 78, 93 Немало, а сколько стоит Фронтера? Фронтера стоит 54 гривны, 66 копеек 55 гривен Ну что? Это один из моих самых любимых сортов винограда И поэтому я действительно его выделяю Это новисимо, канепа, тоже чили Это первое, с которого мы начинали Три чилийских и одна украинская Сера Сорт винограда Сера, седьмого года Как мы и говорили, довольно молодое Но самое интересное Сколько оно стоит? Оно получилось у нас самым дорогим 80,5 гривен 80 гривен, 43 копеек Окей, это стоит около 75 80, около 50 И все эти три вина Хорошие, да? Но это самое интересное Я думаю, 30 гривен Не такая большая разница, да? Вы получите больше аромата И можно дать больше подышать Это наиболее насыщенное Наиболее плотное Если кому-то нравится в вине Не легкость Скажем Что, Алексей, я перебил? Не легкость А наоборот Кто-то хочет повыскивать Какие-то ароматы Дополнительные ноты То это наиболее интересно Ну что, скажем честно Эта супермаркетная лихорадка Мне очень понравилась Для меня Это огромное развитие Потому что я пробую вина Больше, опять же Которые продаются в ресторане И в отеле В супермаркете Много неизвестного Ближе к народу Алексей Сталкин Это вино Это вино И я это пробовал очень давно Это мне известно То есть из него я выделил Еще раз первое вино Спасибо тебе, Евгений, что пришел Спасибо, что пригласил Еще раз в следующий раз Ребята, будет кто-то из вас Готовьтесь И как всегда в конце Вопрос для наших зрителей Вопрос для наших зрителей? Да, ты, конечно, не был готов Но ты должен задать вопрос Прямо сейчас Что угодно Вопрос нашим зрителям Какое пиво? Вы предпочитаете Пить по утрам Ну что же Дегустируйте вино И не забывайте Делиться своими впечатлениями А мы с удовольствием Вам будем в этом помогать И, конечно же Как я и обещал В конце Мы забыли немножко Бутылка, которая нравится нам Больше всего Уходит Переходит мне Нашему гостю Поэтому я закрываю ее Пробочкой Евгений Наслаждайся Спасибо Со своей семьей С своими друзьями Я рад, что Меньше всего тебе понравились Другими Да Я рассчитываю Не понравился Что-нибудь за 30 гривен И за 80 Спасибо Все Да? Попей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!